Всем привет! Как всегда у нас снова Украина и важное дополнение к прошлому ролику про ленд-лиз и удары по коммуникациям. Почему-то немало комментаторов решили, что я считаю удары по коммуникациям, особенно по мостам, бесполезными. И вообще я говорю глупости, ибо подвоз и снабжение все решает. Ну, как будто бы я и сам этого не знаю, что подвоз и снабжение с логистикой решают. Хотя, казалось бы, я четко обозначил, что это лишь второстепенная задача перед самой главной, приоритетной целью. Сейчас для российской армии нет ничего важнее разгрома группировки ВСУ в возможно короткие сроки. И я уже чувствую, что сейчас снова кто-то пишет про то, что эти удары именно на то и рассчитаны, чтобы обрезать снабжение, замедлить поставки, пока будет громиться группировка ВСУ на Донбассе. Но тут мы уже упираемся в специфику этих ракетных ударов, в то, что воздействие по коммуникациям, по железнодорожным узлам, мостам, подстанциям, НПЗ, оно должно быть, во-первых, на всю глубину Украины, во-вторых, массированным и, в-третьих, одновременным. Ну, в расчете на то, чтобы не просто уничтожить какие-то отдельные объекты, а чтобы их уничтожение в совокупности вызвало развал транспортной системы. Улавливайте ключевой посыл. Ну, надо было все-таки мне об этом еще в первом ролике сказать. А что у нас в реальности? А в реальности в одну неделю наносятся удары по мостам, но при этом не по всем, не ударяя по ключевым через Днепр, на которые мне пеняли почему-то больше всего. Далее, в следующую неделю ударяя по ремонтным предприятиям, уже зная о поставках бронетехники на Украину, и плюс то, что сейчас некоторые соседи сами согласились заняться ремонтом украинской техники. Затем в другую неделю происходят удары по НПЗ с топливохранилищем, при том, что уже организованы поставки топлива из-за рубежа. Ну, а в следующую, четвертую, пятую, шестую неделю обстреливаются тяговые подстанции. Но не все подстанции, а только часть из них. Ну и так далее. При этом отмечу, что существует и фактор времени. Это тоже ценный ресурс как таковой. Все эти удары растянуты по времени вот уже на третий месяц. И те же уничтоженные НПЗ и топливохранилища, ну, одно дело, если бы они были накрыты в первую неделю, и совсем другое, когда только через полтора месяца. Тут все-таки есть разница, эффект уже немного не тот. Так вот, когда идет такой разнобой, по месту, по времени, по типу целей, то украинская транспортная система может даже в этих условиях худо-бедно функционировать. Маневрировать силами, средствами, ремонтниками, железнодорожниками, электриками, монтажниками, аварийно-восстановительными бригадами. Локализовать последствия и перенаправлять транспортные потоки. Потому что нет одновременного воздействия и, как следствие, коллапса транспортной системы. И тогда, собственно, все эти удары и превращаются в ту самую непроизводительную трату ракетного оружия из прошлого ролика. Происходит распыление силы средств, ракетных пусков по множеству целей. А это одна из самых хреновых вещей на любой войне. И в этом, в принципе, не было бы какой-то большой проблемы «воюй, Украина, в одиночку». Но теперь-то уже есть тот самый Ленд-Лиз, часть средств которого пойдет в том числе и на функционирование этой транспортной системы. И отсюда уже вылезает следующий момент. То, что эти разрозненные удары по коммуникациям и глубокому тылу, они сами по себе рискуют для российской армии превратиться в самоцель, на достижение которой требуется затратить дополнительные силы и средства, которые, вот сейчас важно, которые можно было бы израсходовать с большим смыслом на разгром группировки ВСУ на Донбассе здесь и сейчас. И вот теперь перехожу к этому вопросу. А какие объекты являются первоочередными целями? Ну, мосты через Днепр уже упомянули. Но именно потому, что это цель в ТУ группировки ВСУ на Донбассе, а не где-то на Западной Украине. Но прикол в том, что именно они-то как раз и не атакуются. А атаки идут в тот самый разнобой по разным целям в разное время в различных частях Украины. Но помимо этого, не менее важны и другие цели. Это склады с боеприпасами и, в частности, снарядами для артиллерии. Они, к слову, в сводках Минобра РФ фигурируют постоянно. Для примера, буквально вот в эти дни появилась информация о ракетных ударах или авиационных артиллерийских по складам боеприпасов под Барвенковым, у Первомайского, у Грушевахи. И не только конкретно по этим, есть и другие. И вот это более важные цели именно с точки зрения разгрома группировки ВСУ на Донбассе. Потому что с этих складов БК пополняется здесь и сейчас. А ведь артиллерия для украинской армии – это важнейшая ключевая опора в обороне. Ну, плюс развед БПЛА, плюс пехота в городах, плюс бронетехника. Фактически, именно артиллерия и связывает оборону в единое целое, благодаря своей дальности огня, огневой мощи. А иначе это были бы просто изолированные друг от друга гарнизоны в городах. На этом взаимодействии, в общем-то, все и строится, и одно начинает работать на другое. Та же пехота, оборона в городах проявляют себя в полной мере. Следующие цели – это склады топлива и ГСМ. Замечу, что здесь есть прямая связь с ударами по НПЗ и топливохранилищам, что обычно работают в интересах гражданской экономики, но также могут работать и в интересах украинской армии. Тут первым делом вспоминаем Кременчугский НПЗ, который на начало войны был единственным работающим украинским НПЗ, и который был атакован, выведен из строя только 2 апреля. И плюс были еще удары там по другим НПЗ, хоть и не работающим. И вот это тот самый случай, когда такие удары имеют смысл с военной точки зрения, потому что выбивается целый, так сказать, кластер, а такие разрушения быстро не восстанавливаются. И теперь требуется уже уничтожать склады топлива украинской армии. И в первую очередь те склады, что находятся в зоне боевых действий. Ну, во-первых, потому что они ближе и в зоне досягаемости авиации, ракет, и, возможно, даже артиллерии российской армии. А во-вторых, опять же, именно с них, прямо здесь и сейчас, идет снабжение ВСО на Донбассе. Ну, и есть еще такие цели, как командные пункты и узлы связи. От них зависит управляемость войсками, эффективность взаимодействия и контрударов. И, тем не менее, что мы по итогу видим? А то, что удары по этим целям наносятся до сих пор. По целям, от которых боеспособность украинской группировки на Донбассе зависит критическим образом, вот повторяюсь еще раз, здесь и сейчас, а не в какой-то ближайшей перспективе. Хотя, казалось бы, склады с боеприпасами нужно было выбить еще в первый месяц войны. Произойдя это, оборона ВСО вполне уже могла бы и рухнуть. Но, по-видимому, тут есть проблемы с выявлением складов, проблемы с разведкой у российской стороны. Складов слишком много, они рассредоточены, замаскированы. Некоторые сейчас вспомнят, но в ролике про авиацию и ракеты оперативно-тактического назначения я как раз про это и говорил, что важно спланировать применение ракет должным образом. Ну, правильно выбрав цели, распределив ракетные пуски и авиаудары нужным образом, поражая те или иные группы целей. И вы сейчас видите схему из того ролика. Но для того, чтобы это сделать эффективно, нужно именно что знать, где расположены эти цели. Нужна качественная работа разведки. И вот тут есть подозрение, что склады с боеприпасами и топливом в полной мере до войны выявить не удалось. И их выявляют уже в ходе боевых действий. Ну, скорее всего, отслеживая автомобильные колонны, куда и откуда они едут, и просто отправляя беспилотники вот пролетать по маршрутам движения. Ну и разыскивая следы от грузовиков. И вполне возможно, приезжая к какому-нибудь зданию торгового центра, или же обычного городского пригородного склада, который в мирное время использовался как база рынок стройматериалов, а потом стал использоваться для хранения боеприпасов или топлива. Также вопрос упирается и в то, сколько ракет различного назначения имеется в распоряжении России. Ну, в первую очередь, Искандеров, Калибров, Х-101. Ну, хрен его знает, сколько их там. Но допустим, что их не так много. Тогда их и надо использовать более целенаправленно, не распыляясь на удары по глубокому тылу, а сосредоточившись, опять же, на группировке ВСУ на Донбассе. Но можно допустить и другое. Можно допустить, что есть еще 100 тысяч ракет. Ну, сейчас я говорю цифру абсолютно с потолка. Я без понятия, сколько их в наличии. Но тогда, если есть такой избыток, возникает другой и не менее важный вопрос. Почему за все время операции на данный момент было использовано только от 1500 до 2500 ракет? Ну, ответ на это на самом деле есть, но это уже немного другая тема. И касательно ударов по целям на всю глубину Украины. В теории, повторюсь, в теории, так и должно быть. Удары на всю глубину расположения противника, по всем его тылам от ближнего до глубокого и вплоть там до польской границы. Но мы же все-таки стремимся примерить теорию на практику. А тут, повторюсь, на это просто-напросто может не быть нужного числа ракет, чтобы добиться развала украинской транспортной системы. А значит, при таких ударах будет та самая непроизводительная трата и без того небольшого числа ракет. И вот тогда лучше применять «Искандеры-калибры» по целям в ближнем ТУ украинской группировки на Донбассе. По тем же мостам на Днепре, складам и даже против отдельных целей вблизи линии фронта. Против отдельных артиллерийских батарей и РСЗО. И что очень важно, именно здесь и сейчас. Ну и завершая, тут снова вспоминаю о самом главном. В комментариях люди уже писали, что не нужно никаких прорывов, рывков, окружений, что нужно беречь людей, нужно методично выбивать технику украинской армии и отсюда соответственно такой методизм. И от себя, кстати, повторюсь, что именно для такого методизма вообще-то нужно сосредотачивать основное внимание именно на целях вблизи группировки ВСУ на Донбассе. Но сейчас мы уже подошли к такому моменту, когда российской армии уже не это требуется делать, а нужен именно что прорыв, окружение, разгром ВСУ. И как можно быстрее. Потому что пытаться победить в войне на истощение с Ленд-Лизом, ну в расчете на то, что будет выбиваться больше техники, чем у противника, что она у него закончится раньше, ну если и можно, то только действуя в духе сокрушения. Ну как сказал в прошлом ролике, что нужно окружить и разгромить группировку на Донбассе. Ну а далее и другие группировки у Николаева и Одессы, и далее захватывая территории, лишая украинскую сторону ресурсов, захватывая города один за другим. То есть нужно сокрушать. Тогда еще можно надеяться добиться победы в войне на истощение. И достигается это путем прорыва фронта, окружения и разгрома. Я вот уже в который раз повторяюсь, но я так понял, что нужно вот эти вещи повторять снова, снова, снова и снова по 10 раз. А иначе почему-то вот заметил, что люди переставляют одно с другим местами, там путают последовательность выполнения действий. Причем во всем этом есть важный момент. Это нужно делать до израсходования боеприпасов и топлива у ВСУ, до израсходования материальных средств. Ведь именно здесь и начинает сказываться большая проблема любого такого методизма, который как раз и заключается в самом факте перемалывания войск, которое по идее и должно привести к тому, что у ВСУ кончатся боеприпасы и топливо. Но фокус в том, что это дело работает в обе стороны. И не факт, что такой методизм позволяет беречь людей в российской армии, а в свете расширения поставок вооружений он однозначно будет играть против нее. Следовательно, нужен не методизм, не истощение, а нужно именно сокрушение с прорывами, охватами и захватами. А украинской стороне, соответственно, нужно избегать таких поражений, не допускать прорывов, не допускать окружений. Надеюсь, что вот этот момент я сейчас прояснил более четко. Но в то же время, одновременно с этой методикой сокрушения непосредственно в зоне боевых действий, российской стороне уже давно нужно действовать и по методу каменной задницы. И его я уже озвучивал, что нужно больше танков, самолетов, вертолетов, ракет, коптеров, вилок, ложек, тарелок и прочего. И тут снова лезет из всех щелей та самая частичная мобилизация. Но о ней уже точно в следующем ролике. Вы, кстати, сейчас погодите еще писать, что мобилизация не нужна. Я не удивлюсь, если сейчас на 9 мая Путин под красные флаги толкнет пафосную речь с Мавзолея и объявит про специальную операционную мобилизацию. И танки прямо с парада на фронт поедут. И пишите свои мысли в комментариях по поводу всего этого. Подписывайтесь на канал, включая колокольчик и все уведомления на Телеграм-канал, на Рутуб-канал, на Бусти и на группу ВКонтакте. И до скорого!